еще раз всем добрый день сегодня будем обсуждать перемешивающее свойство перекладывания отрезков давайте сначала напомним что такое перемешивающее свойство что такое перекладывание отрезков вот собственно определение то есть мы считаем у нас допустим на какое-то преобразование t которое сохраняет меру то есть прообраз любого множества имеет ту же самую меру что изначальный множество ну измеримого понятное дело вот если кажется любых измеримых множеств а и b выполнена вот первое свойство то что мера прообраза n раз от множества а пересеченные с b это произведение мер то есть у нас множество а должно полностью очень-очень хорошо размешиваться по всему пространству x вот то ты называть сильно перемешивающим и если выполнена более слабое свойство то есть когда в среднем пересечении имеет нужную меру то ты называй стал перемешивающим вот давайте всех случаем напомню какие-нибудь примеры тут я когда сделал так я не вижу вашего экрана а экраны видите я вижу я тоже вижу давайте спросим кто-нибудь еще не видит экрана тому же вижу а отлично вот еще сбоку должна быть ну или где-нибудь должна быть теперь камера доски можно менять на что наводится на захват экран или на камеру либо вот так вот так наверное может менять как человек который это делает так и люди которые это смотрят а то есть я могу и то и другое показываете вы просто можете переключаться так что но твое видео было мне видно и экран твой тоже мне будет хорошо давайте тогда вот так вот вот сейчас я буду показывать на доске по сути будем проверять насколько видна доска элементарные примеры вот первый пример это можно рассмотреть отображение отрезков себя которая x переводит в целую часть от 2x то есть мы берем отрезок на этот базовый пример берем отрезок делим его пополам и каждую половинку растягиваем на весь отрезок вот это отображение несложно проверить она будет строго перемешивать она будет сильно она будет сильно перемешивать ну и ну или еще можно так что у нас . 1 1 а 2 и так далее переходит в точку 0 а 2 и так далее вот это отображение сильно перемешивают это первый пример второе отображение которое не перемешивают не сильно не не слабо это например поворот на рациональный угол окружности есть угол поделить на q тогда если какой-то маленький отрезок который его не пересекает то понятное дело что сумма средняя будет стримиться ну и потому что в принципе не пересекаем а произведение мер будет не нулевое отлично тогда давайте надеюсь тут тут наверное мы должны все это знать тут вопрос наверно никаких не ни у кого не возникает это просто вы задавайте будьте добры по походу вот хорошо теперь прикладывание отрезков ну вот собственно опять же мы это тоже все обсуждали вот картинка такая что у нас прикладываем и зачем прикладывание трех отрезков то есть нас даны числа альфа и бета между нулем и единицей в это больше чем альфа и ну и правый отрезок перекладываем налево левый отрезок перекладываем направо на правой середины отрезок он куда-то немножко сдвигается вот мы будем изучать перемешивающие свойства то есть будем задаваться вопросами является ли это преобразование сильно перемешивающим или 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 является ли она слабо перемешивающим вот ответы такие ответ тут у нас будет такое что при основная теорема что предварительно трех отрезков стало перемешивать при почти всех значениях альфа и бета и никогда сильно не перемешивают но справедливости ради мы докажем что сильно не перемешивают она только тоже при почти всех значениях альфа и бета но аналогично можно это доказательство довести до любых альфа и бета на самом деле вот хорошо тут тут вопросы какие-нибудь есть ну нет замечательно то давайте продолжим вот теперь самое у меня вопрос да да получается будешь сегодня эту теорему доказывать да это то к чему мы будем идти это вот как мы сегодня да этим и займемся вот основное основной инструмент который мы будем это с помощью которого мы это будем делать он очень нетривиальный но его вот нужно прямо сейчас обязательно объяснить и осознать вот будем на это дело опираться на будем аппаркшинировать отображение давайте нарисуем на доске что это означает пусть у нас есть некоторое отображение из отрезка себя некоторое отображение т мы хотим его аппроксимировать а кстати плохо видно да а можешь пожалуйста сказать у меня тут окошко видна сам верхний отрезок вам виден или нет верхний виден на чуть-чуть на половинку левая понятно значит надо правая не видна совсем почему-то почему-то она по-другому выглядит здесь ну ладно что мы хотим делать мы хотим отображение т заменить на отображение тн которое устроено если первое отображение т было устроено как-то сложного вполне возможно то отображение тн устроено проще одно следующее потому что мы берем отрезок раздаем его на какие-то части равные меры но не обязательно подряд просто две картинки так удобнее и просто-напросто их переставляем это часть идет сюда это часть идет сюда это часть идет сюда это часть идет сюда это разбилие на вот эти вот маленькие отрезочки ну не обязательно отрезочки потому что получится какие-то множества равные меры дальше у нас еще есть перестановка определяющая это отображение то есть какой отрезочек куда переходит вот но мы ее никак не будем обозначать у нас эти отрезочки называются кусочками называется cn и 3 хотя в наших примерах это всегда будут отрезочки их общее число это qn вот кажется все и мы хотим чтобы отображение t приближалось этими отображениями tn а именно как приближалось это написано на слайде давайте я поясню что здесь что первое свойство ксен это означает что разбиение ксен несомнолетних они не мелкие то есть любое измеримое множество сколько угодно device приближается начиная с некоторыми моментами сколько угодно physical приближается и должным объединениями элементов и этих множеств элементы этого разбить здесь например на плент подойдут разбиение отрезка на равные части если на관도 что то ли и что здесь именно не виду то можно собой Kinder не заморачиваться разбиение отрезков на разные части и подходит, ну и что-то аналогичное. Второе — это то, что у нас t отображает разбиение в разбиение, то есть он просто берет и перестает каким-то образом отрезать. Это свойство a2. Свойство a3, оно про то, насколько мы хорошо аппроксимируем. То есть у нас с критической аппроксимацией у нас имеет некоторую скорость f от t, и мы хотим, чтобы суммарная мера асимметрических разностей множеств истинных образов и того, куда мы попали, была суммарно меньше, чем некоторая функция от числа отрезков, на которые мы разбили. То есть вот, например, у нас есть tn, которая перевела отрезок сюда, а на самом деле t делает что-то хитрое. Например, берет этот отрезок, переводит кусочек вот сюда, а остальной кусочек переводит куда-нибудь вот сюда. Тогда мера этого отрезка, ну удвоенная, правда, потому что у нас разница симметрическая. И войдет в эту сумму. Вот, и мы должны просуммировать во всем отрезочкам разбиения. И четвертый момент — это то, что мы требуем от преобразования tn, чтобы оно было циклической перестановкой. Например, чтобы вот так вот шло вот этот сюда, этот сюда, этот сюда и так далее по циклу. Вот, если все это выполнено, то мы говорим, что t допускает циклическую аппроксимацию со скоростью f от n. Вот давайте я приведу пример, а дальше, если вот некуда по этому поводу вопросы, вы обязательно спросите. А у меня вопрос, что означает треугольничек на предыдущем слайде. Это симметрическая разность. То есть, ну, вот, это мера симметричности у нас есть. Первый отрезок вот такой, другой отрезок вот такой. Симметрическая разница — это вот это плюс вот это по мере. Вот так измеряем, насколько мы ошиблись. Федя, а нам что-нибудь мешает считать, что qn просто равно n? Мешает, потому что, ну, вот, сейчас, например, сейчас будет пример, в котором непонятно, как для любого n это сделать, но для каких-то выделенных qn, которые просто... Ну, в меня дело, qn мы хотим, чтобы стремились к бесконечности. У нас получится. То есть, может так случиться, что мы не можем для каждого n этик подобрать разбиение, а для только какой-то следовательности мащеницы, конечно, только для нее можем. Ну, вот сейчас будет пример. Ну, то, соответственно, это будет, собственно, разница между слабым и сильным перемешиванием? Нет. Нет? Нет, нет. Нет, разница между слабым и сильным перемешиванием, она будет чуть позже. Тут она... Тут вообще это неважно. Так, да. Пример — это поворот на некоторый иррациональный угол. По сути, это, на самом деле, будет более-менее единственный пример, который у нас появится в принципе, потому что доказывать мы будем перемешивающие свойства более-менее так же. У нас есть отрезок. Поворот на некоторый угол альфа. Ну, на самом деле, мы будем доказывать более-менее так же, просто потому что мы же, напомню, будем работать с перекладываниями на трех отрезках, а это, в общем, штука довольно похожая на поворот сама по себе. Ну да. Как вы понимаете, даже если вы просто подумаете о том, как вы строите поверхность по перекладу на трех отрезках, там что на двух, что на трех, у вас род поверхности будет все равно одинаковый. Это все на торе происходит. Ну, рода один поверхность. Поэтому у вас как бы понятно, что это очень близкие должны быть объекты. Ну да, там будет даже соображение, которое там совсем нормально объясняет, показывает, в каком смысле они близкие. Вот, наверное, это будет чуть позже. Федор, вот у вас на слайде скорость в одном месте написано, что это 2 поделить на корень из 5 n, а во втором месте, что это маленькая, это, Денис, наверное. Очень серьезные вещи. Да, тут два утверждения. Первое, что при почти всех альфа допускает максимальную скорость лома с одной энтой, а второе, что только при, что если, ну, что вообще при всех иррациональных допускает вот с такой-то скоростью. А, то есть для иррациональных скорость можно уменьшить, да? Нет, это, сейчас, второе утверждение, оно говорит про все иррациональные. А первое утверждение говорит не про все иррациональные, а про некоторое множество меры 1 просто. Заданно непонятно каким образом. Хорошо. Вот. Я прокомментирую первое утверждение, я его доказывать до конца не буду. Вот, допустим, мы знаем, что существует последовательность рациональных и сократимых дробей Pn на Qn, такое, что Pn на Qn минус альфа по модулю... Сейчас, Федор, я прошу прощения все-таки. Если при всех иррациональных допускает аппроксимацию со скоростью 2 поделить на корень из 5 умножить n, то значит, конечно, для пункта допускает со скоростью от единицы на n. А, со скоростью его большое от единицы. А, да, это у меня маленькое такое. Ну, и 2,5 — это не бесконечно малое. 2 делить на корень из 5 — не бесконечно малая величина. А у малой будет быстрее, но оно будет для меньшего умножить. Если я правильно, правильно я понял? Да, да, так и есть. Это именно у малых. Все, все понял, да. Допустим, у нас получилось, знаете, последовательность несократимых дробей Pn на Qn. Таких что? Разница Pn на Qn минус альфа? Это у малая от 1 делить на Qn в квадрате. Вот, это некоторый такой вот черный ящик, который я комментировать буду по минимуму. Вот, но Александра Сергеевна говорила, что, возможно, она это какой-то момент прокомментирует. Вот, но такие утверждения, что там для почти всех альфа, только выполнены, можно получать из теории цепных дробей. Ну, это классическая вещь, то есть, там, элементарная теория чисел, там, теорема Дерехле. Вот, я, в принципе, ожидаю, у нас есть семинар по геометрии динамики для малышей, и одна из наших магистранток должна там сделать презентацию с доказательством теоремы Дерехле. Поэтому, если кто-то никогда не видел, как это делается, то я вас приглашаю на геометрию динамику. Вот, да. Так вот, да, допустим, у нас так получилось. Давайте сделаем следующее. Давайте будем аппроксимировать наше преобразование поворотом на рациональный угол. У нас будет tn, он переводит x в x плюс pn делить на qn. Давайте разобьем отрезок на qn равных частей. И будем просто каждый отрезок сдвигать на pn частей вправо. Ну и, понятное дело, по циклу. Давайте поймем, насколько мы ошибемся. То есть, какая у нас будет суммарная симметрическая разница. Мы знаем, что настоящий сдвиг отличается от нашего сдвига, но малый от 1,3 на qn в квадрате. Значит, что суммарно, если мы посчитаем, значит, что у нас каждый отрезок, вот у нас был отрезок, он сдвинулся куда-то вот сюда. На самом деле он должен был сдвинуться вот сюда. И вот эта разница, это о малое от 1 делить на qn в квадрате. qn в минус 2. Но тогда суммарная ошибка будет qn умножить на о малое от qn в минус 2. qn, потому что всего отрезка в qn. То есть, это будет равно о малое от qn в минус 1. Таким образом, мы получили первое утверждение, что при почти всех альфа поворот допускает циклическую максимальность со скоростью о малое от 1 н. с другой стороны, еще отверстие, которое доказывать не буду, которое нам, ну, по сути, не пригодится, что при всех альфа допускается, при всех альфа можно найти циклическую аппроксимацию скорости 2,3 на корень из 5. Но это, я так думаю, тоже можно получить из цепных дробей, по моим представлениям. Вот, на этом пример аппроксимации отображений я заканчиваю. Есть какие-нибудь вопросы про определение, про то, каким образом вообще, ну, и про пример, потому что дальше мы это будем использовать, у нас ключевой момент. Хорошо, если нет вопросов, тогда переходим к утверждениям, которые объясняют, почему мы так интересуемся аппроксимациями. Тут сформулированы три теоремы. Первая теорема говорит, что если автопрофорист допускает альфа скоростью θ делить на n, где θ меньше 4, то он обязательно органичен. Вторая говорит о том, что он не обладает сильным перемешиванием, если скорость θ делить на n, где θ меньше 2 и допускает аппроксимацию скорости 1,9 на n, если то обладает слабым перемешиванием. То есть, таким образом, если мы построим аппроксимацию со скоростью 1,9 на n, то мы автоматически получим и то, что он обладает слабым перемешиванием, то, что сразу же не обладает сильным перемешиванием, и то, что он обязательно эргодичен. Ну, если у вас есть перемешивание, то оно всегда сильнее эргодичности, поэтому понятно, что если вы можете доказать слабое перемешивание, то эргодичность вы тоже можете доказать. Ну и обратно, естественно, неверно. Мы обсуждали с вами, что эргодичное отображение не всегда перемешивают даже слабо, уж тем более сильно. Вот. Судя по тому, что время, мне кажется, есть, у меня еще больше половины лекции осталось, доклада. Я объясню, как эти теоремы доказываются в двух словах, и успею доказать, что при почти всех значениях α и β, автоморфизм перекладывания отрезков допускает аппроксимацию скорости ОМА от 1 делить на n. Вот, давайте тогда начнем с первой теоремы. Что если у нас есть скорость, это делить на n, где-то это меньше 4, то эргодичен. Пусть не эргодичен. Значит, у нас есть два множества ненулевой меры, условно нарисую их просто двумя отрезочками, два инвариантных множества, ненулевой меры. Давайте рассмотрим какое-нибудь достаточно мелкое разбиение, которое было в определении циклической аппроксимации. Тогда несложно понять, что обязательно будет какой-то из cn-итых, то есть вот этих отрезков разбиения, который лежит почти полностью в одном множестве, и какой-то, который лежит почти полностью в другом множестве. Это следует из определения мелкости, потому что, ну, почти полностью имеется в виду, что доля его в этом примерно равна единице. Любого дельта, она больше, чем 1 минус дельта. Если фиксировать дельту, но если строго все говорить. Вот это следует из мелкости разбиения, потому что мы любой множество можем сколько угодно близко приблизить дизинутым объединением элементов нашего множества. Давайте посмотрим, как этот отрезок будет путешествовать. Он как-то путешествует, путешествует. В какой-то момент, раз перестановка с кличкой, мы должны попасть сюда. Давайте посмотрим, будем следить за симметрической разностью. Мы знаем, что настоящее преобразование, оно, все, что лежало здесь, оно здесь и оставит. Но не настоящее преобразование накопит какую-то симметрическую разницу, которую мы будем суммировать. Если мы перешли, значит у нас был отрезок, который более-менее не лежал здесь. В том числе отрезок, который более-менее не лежал здесь. то я знаю, что мы в ходе должны были накопить симметрическую разность, как будто мы сразу же перешли отсюда сюда, как минимум. А эта симметрическая разность — это 2 делить на кое. 1 делить на кое — это длина отрезка, ну, мера множества. А 2, потому что у нас симметрическая разность нужно удваивать то, что если у нас отрезок попал просто не туда, куда нужно, то симметрическая разность — это удвоенная его мера. Таким образом, мы накопили 2. Также мы еще можем накопить 2, если будем идти обратно. Мы должны еще обратно потом по циклу перейти из этого отрезка туда. Мы еще накопим еще плюс 2 делить на кое. Получаем 4 делить на кое. Таким образом, мы обязательно должны накопить хотя бы 4. Ну, а в теореме как раз утверждается, что если мы накопили меньше 4, то обязательно эргодичен. Кстати, тут оценку улучшить нельзя, потому что есть пример. Когда ровно 4 делить на n. Пример следующий. Вот у нас есть отрезок, мы поделили на 2 части. Мы двигаемся здесь по циклу, двигаемся здесь по циклу. Вот у нас тут маленькие отрезочки, мы, например, как-нибудь разбили. Мы взяли и вместо двух циклов запустили все по одному циклу. Тогда мы ошибемся только на вот этом отрезочке, что он перешел не туда, и на этом отрезочке, что он перешел не туда. И получится ровно 4 делить на кое. Вот такой скетч доказательства. Понятное дело, что я строго не доказывал ничего, потому что всякие дельты нужно это все дело оценить, но это такой вопрос несложного математического анализа. Замечательно. Есть вопросы по поводу доказательства этой теоремы? Ну, скетч. У тебя циклическое перемешивание... У тебя аппроксимация — это когда ты циклически сдвигаешь? Или когда ты просто как-то... Да, у меня аппроксимация именно циклическая. То есть вот с самого начала. Можно смотреть разные аппроксимации. Там в статье, в которой я читал, это и делается. Но нас интересует только циклическая. Мы считаем, что приближаем те образования, которые перемешивают только по циклу. В частности, два цикла — это не такое преобразование. Ну, у тебя ведь получается, что... Правильно ли я понимаю, что если ты берешь x, переводишь в целую часть от 2x, то как бы ты циклически ее не сможешь реализовать? Ну, то есть, по крайней мере, для тета там... Да, конечно, в принципе, мы мало чего можем циклически реализовать. А, окей. Вот. Но тут мы не реализовываем, мы именно приближаем. То есть, ну, понятное дело, что цикл через 2x не получится реализовать, потому что эта штука, она бесконечный порядок имеет. То есть нет такого, что вот ивенты — это даже если не преобразование. А для циклической обязательно такое будет, что ты вент — это даже если не преобразование. А, окей. Вот. Но оказывается, что вот здесь удобно изучать, насколько мы хорошо можем циклическими преобразованиями аппроксимировать интересующий нас из хризет. Вот. Делать выводы о том, что перемешивают, не перемешивают, сильно, слабо, но и органично. То есть получается, что для x в дробную часть от 2x пролетает мимо в данном случае, да? Ну, я не изучал, можно ли его хорошо аппроксимировать. То есть, ну, понятное дело, его тоже как-то можно аппроксимировать. Там любое преобразование аппроксимируется с какой-нибудь очень плохой скоростью, со скоростью 2. Ну, там, любое препаразование. Вопрос в том, насколько хорошо это можно сделать. Оказывается, что, ну, возможно, то преобразование тоже можно хорошо сделать. Вполне, ну, его точно не отделался скоростью ума от 1 и n, потому что, а нет, нельзя его, да, кстати, его нельзя отделался скоростью 2 делить на n, потому что то преобразование оно сильно перемешивает. То есть это точно можно утвердить, что оно не очень хорошо можно аппроксимировать. Насколько хорошо этого, это отдельный вопрос. Ну, непонятно, правда, зачем для него изучать, потому что для него и так все понятно. у нас на аборт это метод. Мы доказываем, что что-то можно хорошо аппроксимировать, и из этого делаем вывод, что вот оно, например, слабо перемешивает. Есть еще какие-нибудь вопросы? Ладно, если нет, тогда перейдем ко второй теореме. Тоже будет тоже вопрос в доказательство. Теорема такая, что если опускается аппроксимирующая скорость делить на n, где-то это меньше 2, то нет сильного перемешивания. Для этого сначала хочется сказать лемму. Лемма такая. Вот у нас мы умеем оценивать вот у нас по определению, мы знаем, что у нас сумма симметрических разниц достаточно маленькая, то есть у нас сумма такая, наверное, такую n мера симметрической разности t, c, n, i, c, t, n, c, n, i. Она, ну, скажем, меньше аппсила. Пока что не будем уж этим ничего именно, она меньше. Вот, тогда все следует, что сумма от i равно единице, да, q, n, мю. Если мы возьмем эти преобразования умножим в какую-то, на какую-то, в какую-то степень возведем, степень, ну, там, давайте обозначим это за l, t в l, c, n, i, симметрическая разница с t, n, в l, c, n, i, то мы должны получить меньше, чем l на ε. но это достаточно понятное утверждение, потому что вот мы применили преобразование не один раз мы ошиблись максимум на ε, когда заменили t на аппроксимацию. Вот, после этого можно посмотреть на точки, которых мы не ошиблись, и среди них, когда еще раз применяем отображение, мы среди них, опять же, ошибемся не больше, чем в ε, по мере, во множестве меры ε точек. Вот, и так далее, и каждый раз множество, в которых точек, в которых мы не ошибаемся, оно будет уменьшаться максимум на ε. То есть это лемма, это такое значительно кривиальное утверждение. Вот, если лемма понятна, тогда можно перейти к доказательству второй теоремы. Давайте разобьем отрезок на k равных частей, много равных отрезков, видеокатт будет достаточно большим. Давайте изучим следующее. Вот у нас есть, например, первый отрезок, применим к нему tn в степени qn. Это преобразование, оно попросту тождественное. Таким образом, первый отрезок весь полностью перейдет с себя. Но при этом, если у нас это поражение обладает сильным перемешиванием, то настоящее это поражение t степени qn должно отрезок, например, первый отрезок очень сильно размазывать по всем. То есть tn степени qn от первого отрезка, давайте это позначим за k1 от отрезка k1 пересечь с k1. Мера этого множества должна быть примерно равна 1 делить на k, то есть стремиться к нулю. Теперь остается только проверить, насколько мы ошиблись, когда мы заменили преобразование t на преобразование tn. когда мы заменили в первой степени, то мы ошиблись максимум на tt делить на n, когда мы заменили на qn, то есть на qn, на qn, заменили на qn то есть степень, то мы ошиблись максимум на tt. Это суммарно по всем маленьким отрезочкам. Это означает, что на каком-то из этих отрезочек, которые мы тут нарисовали, мы должны были ошибиться хотя бы на tt делить на k. При этом, если мы ошиблись на tt делить на k, то какая-то заметная доля отрезочков все равно попадет в отрезочек, если мы ошиблись на меньше, чем отрезок, то если бы ошиблись на полностью отрезок, это было бы 2 делить на k, потому что отрезок бы просто попал не туда. Это как раз в этот случай, что это примерно 2 минус какой-то epsilon k. Вот это у нас меньше двойки. Это означает, что мы не могли полностью ошибиться на отрезке. И поэтому слишком большая доля отрезка все-таки вернулась, несмотря на то, что мы каждый раз чуть-чуть его расплескивали. Отсюда из этого соображения можно понять, что в принципе у нас найдется какое-то достаточно большое k, чтобы у нас при достаточно больших коэнтах был какой-то из этих отрезков, который в достаточно большой степени будет все равно в себя приходить, слишком заметная часть будет в себя приходить после большой степени преобразования. А это противоречит определению сильного перемешивания. Есть какие-нибудь вопросы по поводу второй теоремы? на самом деле ее доказательства достаточно похожи на исходное доказательство самим Дерихле, теорема Дерихле, потому что как Федя сказал, что там типичный способ доказывать цепные дроби, и для того, чтобы получить более или менее сильную оценку, там нужны именно цепные дроби. Но сам Дерихле он не пользовался цепными дробями, а как ни странно, он пользовался принципом Дерихле. То есть он что говорил, когда он пытался понять, как ему аппроксимировать какое-то число? Он рассматривал дробные части от вот этого числа, умноженного на единицу и на, соответственно, разные, на единицу делить на n с разными значениями. Делил отрезок на части, соответственно, рассматривал, частей был, допустим, n, и он рассматривал свое альфа, там делить на n и рассматривал от этого дробные части, как они распределялись, и у него получалось просто, что так как у него чисел больше, чем отрезков, то два соседних каких-нибудь числа должны были попасть на один маленький отрезок, и, значит, между ними оказывалась очень маленькая разница, и, соответственно, это был ключевой аргумент, чтобы его аппроксимацию построить. И здесь, в общем-то, Федя делает довольно похожую вещь, правда? Да. В задумке своей. Да, когда мы говорим, что на каком-то отрезке ошиблись максимум от этого девятника, это ровно оно. То есть, на самом деле, мы, можно сказать, творчество перерабатываем доказательства просто самого Дерехли, его утверждения, только делаем немножко посильнее. Ну, пожалуй, да. Вот, и еще давайте тогда третью теорему, кажется, время у меня еще есть, но на самом деле третья теорема как раз то, что от меня изначально и хотели, когда давали мне этот текст. так что ее было бы вообще неправильно не рассказать, если первый ветер ее можно было бы в принципе и пропустить. Если автоморфизм допускает аппроксимацию скорости о малой это один делит на n, то есть слабое перемешивание. тут картинка такая, что мы хотим сказать, что если мы рассмотрим любое множество а и b измеримые, то в среднем давайте выпишу здесь, что один делить на n сумма мю от t от k равного единице до n t в k t от a пересечь с b стремится к мю от a на мю от b. Опять же, у нас некоторое множество а и b, которые фиксируют. Ну, прям что-то вот такое. Это а, это б. Мы для начала берем и разбиваем на маленькие отрезки, ну, согласно циклической аппроксимации мы его хорошо приблизили отрезочками. Дальше каждый отрезочек путешествует. Вот у нас ошибка этого малого это 1 делить на n. Давайте считаем, что это какое-нибудь, например, 1 делить на k большое n. Это то, насколько мы это вот ошибка. Тогда давайте делим на следующее. Вот у нас есть некоторый кусочек, он начинает путешествовать, путешествует, путешествует. Через qn раз он вернется. Давайте рассмотрим какое-нибудь, давайте рассмотрим лямбда таких кругов по qn раз. То есть мы делаем лямбда qn шагов и по ним и средним. То есть это у нас тут, конечно, неудобные обозначения получились, но надо написать не n, а какое-нибудь. Давайте s. Это вот число s у нас будет равно лямбда умножить на qn. При этом будем считать, что вот это вот k оно много больше, чем лямбда, а лямбда много больше, чем единый. То есть мы делаем много шагов, но при этом вот эта вот ошибка у нас получается все равно очень маленькой. Давайте посмотрим, что происходит, если мы заменим нашу преобразование на скалистическую аппроксимацию. Скалистическая аппроксимация, она просто бегает по всем кусочкам, пробежала по каждому кусочку, сколько надо, по одному по лямбду раз. Соответственно, множество b мы попали в среднем ровно столько, сколько надо, потому что вероятность попасть в b это более-менее мера b. То есть с аппроксимированным, с аппроксимацией у нас все хорошо. Теперь, если говорить про то, насколько мы ошиблись, опять же, та лема, которую я сформулировал со второй теоремы, здесь работает, потому что суммарно мы ошибемся максимум на 1 делить на k n, k большой k n. умножить на количество шагов, которые мы сделали, это мы сделали k n на лямбда. Это равно лямбда делить на k, но это у нас много меньше единицы. То есть таким образом мы для каждого шага ошиблись на маленькое число, значит и в среднем мы тоже ошибемся на маленькое число. Ну и, соответственно, предел будет, который нужно. Такое, как говорится, на пальцах. в принципе, можно его продумать и довести до строгого доказательства. Есть какие-нибудь вопросы на этом этапе? вот, если нет, тогда перейдем к финальной собственно стадии. Докажем, что прикладывание трех отрезков почти всегда допускается количественная максимальность со скоростью ом, омалая от 1 делить на n. Для этого мы формализуем то утверждение, которое говорила Александра Сергеевна, про то, что перекладывание трех отрезков это очень похоже на перекладывание двух отрезков. А именно, вот картинка на слайде. мы рассматриваем отображение первого возвращения на отрезок длины 0 на отрезок длины 1 из B, который начинается в 0 и заканчивается точкой 1 минус B. Отображение первого возвращения для сдвига на вектор A. Мы считаем, что у нас A больше чем B и A плюс B меньше единицы. Тут утверждается, что отображение первого возвращения на левом отрезке это и есть перекладывание трех отрезков. Ну, картинка должна быть более-менее понятна, что там левую точку в левую точку синего треугольника ну и так далее. В общем, можно поискать картинку и понять, что это действительно так. Вот, замечательно. Тогда мы вычислили вот вычисленные эти числа A и B. Они возражаются из альфа и бета вот таким вот образом. Ну, каким-то образом выражаются не так уж и важно. Тогда оказывается, что если мы можем хорошо аппроксимировать числа A и B A большое и B большое при помощи дробей, а именно так, как вот написано на слайде, что A отличается от Bn делить на куэн на O малый от куэн в квадрате, где Bn на куэн взаимно просто, а B отличается от Rn делить на куэн на O малый от делить на куэн и Rn может быть уже любым на самом деле. Здесь неважно, чтобы Rn и куэн были взаимно просто. Вот если можно таким образом приблизить числа A и B, То есть, Федор, верно ли, что речь идет о совместном приближении? Да. Потому что знаменатель куэна должен быть общим для обоих чисел. Да. Да. Куэн одновременно для A и для B это должен быть один и тот же обязательный. Давайте докажем. Что если... Альфа и бета это что за альфа и бета? Альфа и бета это те, которые в определении перекладывания трех отрезков. Вот. У нас первая точка это альфа, вторая точка это бета. Мы перекладываем треск длины альфа направо, длины бета минус альфа чуть-чуть сдвигаем, ну там, насколько уж получится. Отрезк длины один минус бета сдвигаем налево. Это те, которые в определении перекладывания отрезков изначально. Но это не так важно, это технические детали. Важно, что это уж вы мне на слово поверите, а важно, что мы можем вместо перекладывания трех отрезков посмотреть перекладывание двух отрезков, ну или поворот, вот в таком вот смысле, в смысле отображения первого возвращения. Вот первое свойство, сейчас я буду писать, на доске. Первое свойство, это ровно свойство про то, что если у нас есть отрезок, мы сдвигаем на А, то этот сдвиг, ну, поворот аккуратности, допускает аппроксимацию со скоростью о малое от 1 делить на n большое. это у нас как раз было, когда этот пример у нас был, единственный наш, вот он, что при почти всех альфа, допускать количество, например, скорость всего, малое от 1 делить на n большое, это именно те альфа, которые допускают хорошее приближение рациональными числями, хорошее, вот именно в этом смысле, что 1 делить на coin в квадрате. Теперь, давайте сделаем следующее, вот у нас есть точка B, точка 1 минус B. Давайте предположим для начала, что у нас просто-напросто 1 минус B это число R делить на coin, на coin, то есть это вот, еще раз, давайте напомним, что, каким образом строилось преобразование циклическое для поворота на угол А, это мы делили отрезки на coin равных частей, вот, и сдвигали их, соответственно, на PN по часовой стрелке. Теперь предположим, что у нас 1 минус B попало точно в какое-то Rn делить на coin. Тогда отображение первого возвращения задается к лишь к апроксимации и на отрезок 1 минус B, потому что вот мы вышли, пришли, пришли и хорошо, а если мы, например, вышли и пришли куда-нибудь сюда, то мы просто еще раз применим, ну и несколько раз еще раз применим, когда мы придем обратно все-таки в отрезок. Вот таки раз мы просто выкидываем вот эти отрезки, то есть из цикла, у нас все равно остается цикл, вот, и при этом аппоксимации они по скорости не ухудшаются. если это понятно, тогда давайте вернемся к реальной ситуации, когда у нас B все-таки не попало ровно в Rn делить на coin, попало, но вот у нас мы хотим, чтобы он попало близко к Rn делить на coin, здесь есть B, тогда нужно сделать некоторую хитрость, как бы изначально изначально технология этого не предполагала, но на самом деле можно вместо разбиения отрезка рассмотреть разбиение части отрезка. Вот, если вот во всех этих определениях кси n заменить на вместо разбиения отрезка разбиение части отрезка, в данном случае это будет разбиение отрезка от 0 до Rn делить на coin, ну, для каждого n это будет свое, то ничего не поменяет, все абсолютно так же можно доказывать. Интересно, почему как бы не стоит в принципе брать более маленький отрезок, ну, потому что у нас эти вот цианиты будут выбегать за пределы этого маленького отрезка и накапливать симметрическую разность. Вот. А тут у нас симметрическая разность накопится совсем немного, потому что у нас отрезок этого малый от 1 делить на coin, этот маленький отрезочек, соответственно, мы сможем накопить симметрическую разницу тоже у малого от 1 делить на coin. Мы накопили симметрическую разницу вот такую на этом из-за того, что мы им пренебрегли, еще накопили такую же разницу, когда аппроксимировали поворот на иррациональный угол. вот. Собственно, таким образом мы получили циклическую аппроксимацию с нужной скоростью. Это доказывает, что переходы отрезков обладают слабым перемешиваемым и не обладают сильно перемешиваемым. Очень хорошо. Какие-то есть комментарии, вопросы, предложения? Ну, тогда мы можем только поблагодарить докладчика. Федор, мне очень понравился доклад. На самом деле, все было понятно, кажется, и было очень хорошо. Значит, мы встречаемся в пятницу. Вы сегодня все получите от меня анонс следующей встречи в Zoom в 6 часов вечера, где Лиза нам будет рассказывать про работы Маргулиса и всякие связанные сюжеты. Очень модная тема, потому что Маргулис только что получил Абелевскую премию, и все должны знать, за что вручаются у нас в математике главные награды. Вот. На следующей неделе у нас будет тоже два доклада Сони и Лады, но они будут немножко в другом формате. Я думаю, что мы вроде договорились, что Сони и Лады выложат видео. Да, Федя, если вам не сложно, то слайды вы мне тоже перешлите, мы положим. Да, конечно, я хотела сейчас послать. Ну ладно, ложь. И тогда можно будет посмотреть видео, и дальше давайте мы устроим просто, договоримся, нужен ли нам коллективное обсуждение, или мы ограничимся просмотром видео. а параллельно мы закончили Техмеллеровую динамику в общих чертах, по крайней мере, мою часть. И где-то со следующей недели я начну вам рассказывать, кто такой трансфер-оперейтор и как можно всякие знания из анализа применять динамическим системам. Хорошо, всем спасибо, не болейте. И будем надеяться на скорую встречу уже в пятницу. До свидания. До свидания. До свидания.